Урок 33. Задача первая. Назовите меньшую сторону треугольника ВСД. Известно, что угол В меньше, чем угол С, а углы С и Д равны. Давайте отметим равные углы. Угол С равен углу Д, значит, треугольник равнобедренный. Известно, что угол В меньше, чем угол С, значит, меньше. И угла Д, потому что С и Д равны, значит, меньший угол треугольника – это угол В. А против меньшего угла лежит меньшая сторона, значит, меньшая сторона треугольника – СД. Задача вторая. Существует ли треугольник со сторонами 3 см, 3 см и 4 см? Да, такой треугольник существует. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон. Давайте проверим. 3 см меньше суммы двух других сторон. Значит, 3 см меньше суммы двух других сторон. 4 см меньше, чем 3 плюс 3. Значит, такой треугольник существует. Задача третья. Найдите сторону равнобедренного треугольника, если две стороны равны 10 см и 5 см. 10 см и 5 см. Боковая сторона не может быть равна 5 см. Тогда получится 5 см, 5, а основание 10 по неравенству треугольника. Вот такой треугольник не построить, потому что каждая сторона треугольника должна быть меньше суммы двух других сторон. А здесь получится 5 плюс 5 – это 10. Значит, 5 см – это длина основания равнобедренного треугольника. А боковые стороны по 10 см. Так, надо назвать длину третьей стороны равнобедренного треугольника. Так вот, третья сторона будет 10 см. Боковые стороны по 10 см, а основание 5 см. Задача четвертая. Два внешних угла треугольника при разных вершинах равны. Давайте отметим равные углы. Это внешние углы треугольника при разных вершинах. А если эти углы равны, то будут равны и углы смежные с ними. Вот, значит, эти углы тоже будут равны. Значит, треугольник будет равнобедренный. Так, известно, что периметр треугольника 64 см. Одна из сторон 16 см. Надо найти две другие стороны. 16 см – это основание. Боковая сторона не может быть 16 см. Потому что если боковая 16 см, другая тоже 16 см, в сумме будет 32 см. И получится, что сумма двух боковых сторон равна основанию равнобедренного треугольника. Треугольник не построить. Итак, 16 см – это основание. Как найти длину боковой стороны? Периметр 64 см – 16 см будет 48 см. И разделить на 2. Значит, по 24 см. Боковые стороны данного треугольника. Треугольник равнобедренный. С основанием 16 см. Задача пятая. Сумма двух углов треугольника 100 градусов. Один из этих углов меньше другого на 40 градусов. Надо найти больший угол треугольника. Так, сумма двух углов 100 градусов. Давайте меньший из этих двух углов, его градусную меру, обозначим за х. Другой на 40 градусов больше. В сумме два этих угла дают 100 градусов. Решая уравнение, находим х. Х равен 30. Значит, один из этих углов 30 градусов, другой на 40 градусов больше. 70 градусов. Сумма углов треугольника 180. Значит, третий угол треугольника. 180 минус 30 минус 70. 80 градусов. А теперь давайте посмотрим, какой из этих углов будет большим. 30, 70 и 80. Надо назвать градусную меру большего угла треугольника. Ответ 80 градусов.